Девушки отдыхают В среднем это 5-6 миллиардов рублей в день финансирования Именно столько придется тратить в декабре Под конец года выяснилось, что городской бюджет 2012 освоен наполовину Алло, жилком сервис, здравствуйте Времена меняются, а управдом по-прежнему друг человека Екатерина Линникова испытала на себе все прелести профессии Опасная эта работа, однако Бюджетных мест на филологическом факультете Петербургского университета меньше не станет Об этом сегодня заявил ректор вуза Николай Кропачев Напомню, слухи о сокращении приема на бюджетную форму обучения появились в середине ноября Их тут же опровергла президент вуза Людмила Вербицкая Она уточнила, речь шла только о временном сокращении мест на год Чтобы дать преподавателям больше времени на науку Кропачев и эту идею не поддержал Официальное заявление размещено на сайте университета Коллеги, приведенные вами аргументы меня не убедили и сокращать бюджетные места я не буду Цифры, которые мы с вами обсуждаем, убеждают меня в обратном Мы с вами, коллеги-филологи, можем и должны повышать качество нашей работы без сокращения приема Почетный гражданин Петербурга, писатель Данил Гранин стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» за роман «Мой лейтенант» Это взгляд на Великую Отечественную войну изнутри, из траншей и окопов Денежный эквивалент первой премии – 3 миллиона рублей Также Данилу Гранину просудили спецприз за честь и достоинство Церемония вручения прошла в Москве в доме Пашкова Победителя определила Литературная академия В ее составе более 100 деятелей культуры, ученых, бизнесменов В Петербурге может появиться сеть специализированных магазинов, где будут продавать продукты местных производителей Проработать этот вопрос профильным комитетом поручил губернатор на заседании правительства Но основное внимание в Смольном сегодня сосредоточили на деньгах От бюджета 2012 года осталась внушительная сумма, которую нужно успеть потратить до января с умом А точнее, как было запланировано Мария Марченко выяснила, у кого хромает бюджетная дисциплина На сегодняшнем заседании правительства госслужащие сделали неприятное открытие Оказывается, их комитеты работают неэффективно Тратят бюджетные деньги слишком медленно За 9 месяцев освоили только 51% выделенных средств Это самый низкий показатель за последние 5 лет Среди отстающих комитеты по строительству Развитие транспортной инфраструктуры, информатизации и связи Так, на создание электронного правительства Выделили более 400 миллионов рублей, а потратили только 5 Есть программы, которые и вовсе не начали реализовывать По словам главного казначея города Эдуарда Ботанова В последний месяц года тратить деньги придется невиданными темпами За 4 квартал мы должны зарасходовать 183 миллиарда рублей Из них уже сейчас можно сказать, что на декабрь выпадает сумма более 90 миллиардов рублей В среднем это 5-6 миллиардов рублей в день финансирования Могу сказать, что финансирование за весь январь составило меньше 12 миллиардов рублей Причины такой ситуации прежние Конкурсы провели слишком поздно, а подрядчики не выполнили обязательства в срок Глав комитетов, которые продлили госконтракты без штрафных санкций Губернатор пообещал лишить премии А оставшиеся в казне деньги отправить на погашение госдолга Петербурга Я не удовлетворен тем, что мы узнаем подобного рода вещи только на заседаниях правительства А не в рабочем порядке Поэтому, Эдуард Викторович, я вам объявляю выговор За ненастойчивое информирование руководства города О тех проблемах, которые у нас возникают с исполнением бюджета Чтобы убедиться, что в следующем году неэффективных трат не будет Программу миграции обсуждали больше часа По официальным данным, в городе полмиллиона приезжих Причем половина живет нелегально Сейчас задача номер один – вывести их из тени, используя опыт США У любого человека, который приехал на постоянное жительство или на работу в эту страну Просто машина по приведению его в соответствие То есть он изучает язык, он приобретает специальность Если он там беженец какой-нибудь Если его приглашают по визе, соответствующей на работу уже То требования очень понятные, жесткие и одновременно гибкие И здесь все понятно, нам это надо только еще создать Председатель комитета по труду и занятости подчеркнул Высококвалифицированные специалисты едут в Петербург неохотно А вот дешевой рабочей силы много В основном из Таджикистана и Узбекистана В свою очередь губернатор попросил приглашать людей не только из южных регионов, но и из северных Задача о том, чтобы приглашали в первую очередь из стран с более подходящим или схожим с городом Санкт-Петербургом климатом Чтобы не подвергать людей лишь дополнительному риску для их здоровья Труд мигрантов хотя бы в строительной отрасли в ближайшее время точно понадобится Сегодня утвердили масштабную программу сохранения и реконструкции исторического центра Она коснется двух территорий Северной Коломны, Новой Голландии и Конюшины Здание и коммуникации ждет капитальный ремонт По подсчетам экспертов, на полное обследование домов потребуется два года Губернатор велел ускорить процесс, использовав современные технологии Например, лазерное сканирование и обмер зданий Комитет по строительству обещал принять совет на вооружение и обследовать постройки не только в этих районах, но и во всем центре за один год Мария Марченко, Владимир Алексеев, Оксана Бушмелева, Новости, Санкт-Петербург Открытие движения по Пироговской набережной до Большого Самсоньевского моста откладывается Об этом сегодня в программе «Петербургский дневник» заявил вице-губернатор Сергей Козырев Я полагаю, что подрядчик не выполнит в срок эти работы Есть причины и объективные, и субъективные, где-то виноват подрядчик, где-то и нерасторопность нашего комитета В целом, я думаю, что работы по последним совещаниям, которые я проводил, подрядчик берет на себя обязательства примерно 25 января Но, честно говоря, у меня есть сомнения и нет пока согласованного графика Напомню, движение по строящейся развязке планировали запустить к 25 декабря Сам Самсоньевский мост откроют не раньше лета следующего года Это связано со строительством тоннеля, который свяжет Выборгскую и Арсенальную набережные В дома на бассейне вернулось тепло Ремонтные бригады теплосети завершили все работы Напомню, авария произошла накануне в районе дома номер 41 Прорвало трубу с горячей водой Аварийщики все сделали в срок и очень вовремя Тепло в домах горожанам понадобится Ночью в Петербурге ожидается похолодание Все коммунальные проблемы сразу вынуждены решать управдомы Само это слово почти исчезло из обехода Да и обслуживанием жилых домов сейчас занимаются целые отделы Экстерина Линникова взяла все функции на себя И временно исполняла обязанности управдома Утро управдома начинается с прогулки Ежедневный обход территории Проверка работы дворников на дорожках довольно чисто А вот мусорный бак не вывезли Алло, жилком сервис, здравствуйте Здравствуйте, можно заявку вам подать? Да, конечно, слушаю вас Забит мусоропровод КК-21, первая парадная Хорошо, поняла Отправим мастер к вам Спасибо Спасибо, всего доброго Прием жалоб у населения важная часть работы Целая стопка журналов Электрики, сантехники, протечки с кровлей Вот, забитые мусоропроводы Это нужно будет записать сюда Разобраться сходу Во всем не так-то просто, зато на бумаге все четко А это уже списки должников Внушительная стопка Злостных неплательщиков, которые задолжали за квартиру больше 30 тысяч рублей Поменьше По-моему, пора им напомнить о долгах Только предписание не забыть Пойдемте ССЖ, расскажите, пожалуйста, в предписании Чего за квартиру не платим? Я не буду, я здесь не живу А кто живет? Платят уже, уже платят Так, ну вы расскажите в предписании, пожалуйста Так, ну вы расскажите, в предписании, пожалуйста Опасная эта работа, однако Пойдемте дальше Добрый день Не, не пугайтесь, жилком сервис И что надо? А, расскажите, пожалуйста Вы что делаете? Я не буду расписываться А почему за квартиру-то не платите? Я заплачу прямо вот Ну и распишитесь, пожалуйста И надо снимать Далее по плану проверка выполненных работ Заменен Это образ собирательный В современных жилконторах Такой профессии Управдом В принципе нет Каждый участок Обслуживает около десятка человек Екатерина Линникова Олег Кузенков Вячеслав Сергаев Новости Санкт-Петербург Главное управление МВД По Петербургу Проводит служебную проверку Поводом стала авария С участием полицейского автомобиля В ДТП пострадала беременная женщина Эти кадры выложили на портале YouTube Судя по комментариям автора Водитель, 29-летний капитан Был в состоянии алкогольного опьянения Точные причины того Почему сотрудник полиции При исполнении Выехал на встречную полосу Пока не установлены Напомню, авария произошла накануне На 21-м километре дороги Зеленогорск-Приморск-Выборг Водители и пассажир полицейской машины Тоже сотрудник правопорядка Попали в больницу С травмой груди и переломом ребер Коспитализировали и 20-летнюю Беременную пассажирку Гражданского автомобиля Валерий Гергеев прокомментировал историю С обращением артиста в балетной труппы К министру культуры Удруг Мариинского театра заявил Что проблем гораздо больше И он сам пытается решать их Доступными ему путями А театр готов к переговорам С той частью труппы Которая подписалась под письмом О нарушениях Мариинки Между тем, вторую сцену театра Сейчас готовят к акустическому тесту Всю важность грядущей проверки На месте прочувствовал Алексей Жуков В новое здание Мариинского театра Журналисты сегодня впервые Вошли через парадное фойе Неофициально став первыми зрителями Строители с гордостью Рассказывали о проделанной работе Они спешно готовятся К первому акустическому тесту сцены Он назначен на 22 декабря После сотен инспекций Именно эта проверка станет решающей Если эксперты признают звук некачественным Монтажникам придется попотеть, чтобы сдать объект в срок Акустический тест проводится в готовом помещении Зрительного зала только И, конечно, после этого еще будут работы Но уже не такие масштабные Опять же говорю, они больше будут связаны с пусконаладкой Поскольку именно поэтому Вы сейчас увидите Мы, может быть, в каких-то местах Не зашиваем потолки Хотя там инженерия вся проложена Для того, чтобы потом пусконаладки Не снимать и опять не монтировать Замеры проведут специалисты немецкой компании Лично Валерий Гергиев Акустическим инженерам понадобится минут 15 Маэстро даст полуторачасовой концерт По условиям теста зал не должен быть пустым Портер заполнят добровольцы Строители второй сцены По словам худрука Мариинки Год назад даже заядлые оптимисты Не могли предположить Что к концу этого года работы выйдут на финишную прямую Сегодня все разговоры уже про открытие Мы откроем галу концерта Или галу концерта МИИ И, конечно, хотим услышать Увидеть наших любимцев Любимцев мировой оперной балетной аудитории Мы присутствие их здесь обеспечим обязательно Главным будет являться Постепенное и грамотное вхождение Вот в это новое, неизведанное пока пространство Гергев признался готовиться к накладкам Ни одному театру мира не удалось избежать их после ремонта Даже королевская опера в Лондоне Несколько месяцев не могла наладить работу После реконструкции в 90-м Привыкнуть придется и зрителям С классикой новые интерьеры не имеют ничего общего Едва ли отделку из дерева и гипсокартона Сумеют скрыть бархатными занавесками В некоторых помещениях маэстро уже репетировал с артистами Но подолгу там никто не остается Пока в новом здании трудно не только работать, но и дышать Строительная пыль летает в воздухе И оседает буквально на всем Избавиться от нее при помощи вентиляции не смогут Так что уже с января там ежедневно Будут работать специалисты по уборке Следом за ними туда же в новое здание Рвется и обслуживающий персонал театра Которому потребуется не один месяц Для того, чтобы изучить и настроить всю технику Для того, чтобы на премьере Она не подкинула никаких сюрпризов Алексей Жуков, Антон Туличев и Олег Пильников Новости Санкт-Петербург Сегодня в годовщину крушения Невского экспресса Полиция и железнодорожники еще раз проверили Системы безопасности В частности, новый центр мониторинга Недавно он заработал на Ладожском вокзале Оборудование в режиме онлайн следит за всей Транспортной обстановкой на дорогах Октябрьской магистрали И уже есть результаты Одновременно несколько раз было совершено в Пулково На Московском вокзале Из Сапсана И мы анализируя всю информацию По видеонаблюдению, по картинкам И в том числе потом по передвижению Транспортных средств по системе поток Мы вычислили, кто это совершил После осмотра центра мониторинга На Ладожском вокзале Открыли новое здание линейного отдела полиции Много лет сотрудники ютились в тесном помещении Теперь в их распоряжении 10 кабинетов и служебный класс С современной техникой И это все на сегодня Все главные новости на сайте Сразу после нашего выпуска Новости спорта с Иваном Лосевым А я с вами прощаюсь До свидания